У нас не попалось нам неравенство, пример, в котором мы могли бы путешествовать по окружности. Тогда я напишу этот пример вам без... Желающие могут доказать это самостоятельно. Вот такое неравенство. x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат разделить на 3, не имеющим, чем x плюс y плюс z разделить на 3 квадрат. Пусть это будет неравенство 4. Это неравенство для трех переменных. Я думаю, мы легко напишемся обобщение для n переменных. Я это просто скажу, что верно для x1 и так далее, xn. И вот тут как раз придется путешествовать по окружности. Смотрите, мы можем z не трогать, а сближать x плюс y. Сближать x плюс y. А если мы сближаем x плюс y, тогда сумма квадратов... Давайте мы сближаем x плюс y. Сохраняя их сумму. Правая часть остается. А левая часть... Зависит только от суммы x квадрат плюс y квадрат. Но сумма квадратов имеет простой геометрический смысл. Это квадрат расстояния от начала координат до текущей точки. И если мы приближаемся к середине этого отрезка, то вот эти наклоны становятся все короче и короче, расстояние уменьшается. Это и означает, что сумма уменьшается. И вот мы сближаем, скажем, x и y, пока одно из них не совпадет со средним арифметическим. Потом два крайних сближаем. В итоге они станут все у нас равными. И неравенство будет... И неравенство предстанет перед нами как верное равенство. Но левая часть у нас убывала в процессе эволюции. Эй, значит, в начале эй было большая. Ну, совсем очевидное доказательство. Очевидное доказательство.